И без капитана, и без главного тренера. Сразу два наставника покинули Владивостокский футбольный клуб «Луч Энергия». Ранее возглавлявший команду Алексей Рябко попрощался с приморцами и перешел в столичный клуб «Арарат». По новому контракту экс-капитан «Луча» будет играть три года. Что касается Владивостокской команды, за минувший сезон Рябко сыграл за «Желто-синих» в 20 матчах. За это время он отметился одним забитым мячом. Теперь футболист будет играть в недавно созданном клубе. «Арарат» создан в марте этого года при поддержке Ассоциации армянской молодежи Москвы. Что же касается Владивостокского «Луча», начало июня для «Желто-синих» в этом сезоне – пора перемен. В первых числах команду покинул и главный тренер Александр Ушахин. Он перешел в хабаровский клуб «СКА Хабаровск», который по результатам переходных матчей вышел в элиту российского футбола. Поэтому сегодня на повестке дня у «Желто-синих» поиск нового наставника. Во Владивостоке готовятся к пятому городскому турниру по дворовому футболу. Для всех желающих принять участие открыт прием заявок. Сами соревнования состоятся с 21 по 25 августа на одном из пришкольных стадионов. Организаторы – МКУ «Молодежный ресурсный центр» и Управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока. Участие в турнире бесплатное. Посоревноваться приглашаются футболисты двух возрастных групп. Старший – это ребята возраста от 18 лет и младший – те, кому еще нет 15. Есть обязательное условие – в составе команды должно быть от 7 до 12 участников. Заявки на электронный адрес «Турнир собака.mfc-vlad.ru» принимаются до 14 августа. Победители получат кубки и медали, а остальным участникам вручат грамоты. Велозаезд по Сопкам Русского состоится в эту субботу. По задумке организаторов, участники будут проезжать мимо фортов и живописных бухт. А крутые перевалы и подъемы помогут проверить свои силы и выносливость. Основная часть маршрута пройдет через лес. Для участников это будет не только хорошей физической тренировкой, но и увлекательной экскурсией. Дистанция маршрута составит более 40 километров, включая паромную переправу. Приглашаются все любители активного отдыха, однако есть возрастное ограничение. Велосипедистам должно быть не менее 16 лет. Каждый, кто регистрируется на наш заезд, должен заранее оценить свои силы и понять, сможет ли он проехать всю дистанцию. После первого перевала отступать будет некуда, а забрать вас с велосипедом некому, кроме попуток. Есть крутые перевалы, пыльная грунтовая дорога и изнурительные подъемы. Всем участникам посоветовала бы взять воды с запасом и что-нибудь перекусить, чтобы подкрепиться на ходу и доехать до пикника. Спешить мы никуда не будем, темп размеренный, но сильно отстающих ждать тоже возможности не будет. Будет значительное число остановок на 5 минут, чтобы попить и дождаться тех, кто не сильно отстал. Сбор участников велозаезда 10 июня в 9.30 утра. Место сбора – станция проката велосипедов в кампусе ДВФУ. Олег Завьялов, Новости спорта на 8.